Уважаемые телезрители, в городе проходит месячник оборонно-массовой работы, месячник патриотического воспитания подрастающего поколения. В учебных заведениях города проходят разнообразные мероприятия, посвященные этому месячнику и 100-летия образования вооруженных сил нашей страны. Телевизионный отряд краеведов следопытов ТОКС тоже проводит мероприятия. Решением администрации ТОКСовские мероприятия проходят во всех организациях учебных городов, и во некоторых из них я сам лично побывал, тоже увидел, какая это работа воспитательная, патриотическая, по подготовке юношей к службе и будущей работы. Я был в школах 12, про гимназии, сказка, и увидел, как там проводятся мероприятия. Был в 16-й школе, был в 4-й школе. Поисковую работу наш ТОКС ведет по всей России, возобновили и по Крыму. Наш труд по поиску эпизода Великой Отечественной войны ценят везде. О том, что мы ведем поиск о депутатах-хронтовиках и свой опыт патриотической работы, мы посылали в разные органы. Министерство образования и науки России, Государственную Думу Российской Федерации. И получили восторженный отклик. Мы не просто отчеты посылаем, а подтверждаем публикациями своими в разных местах Тагестана и России. Наш опыт, например, поисков по Ахтинскому району опубликовала их газета. Газета Махачкалинские известия опубликовала пригородного района Северной Осетии газета Глашатай. Суражского района Брянской области. Наши материалы опубликовала Перелюбская газета Целинник в Саратовской области. И таких примеров можно привести много. Важность работы ТОКС понимают и в администрации города, и они поддерживают, содействуют, помогают, чем можем. Кое-какую работу мы сегодня в этой передаче осветим. Узнав о нашем ТОКС, депутат Государственной Думы России Уммаханов Уммахан Он прислал тоже нам благодарственное письмо и грамоту, что он понимает важность этой работы, в том числе, особенно связи с регионами России. Вот один раз мы были в Москве, и когда сказали, что из Дагестана, многие не знали, где Дагестан. Далеко ли это от Пакистана, от Афганистана, спрашивали. Поэтому наши письма способствуют и такой работе, как интернациональное воспитание. Географию больше стали изучать в тех местах. Нашу работу узнали и в советах ветеранов многих. Высоко ценят наш труд в Центральном Совете ветеранов и железнодорожных органов страны. Министерство юстиции. Вот эту книгу мы получили от Совета ветеранов Министерства юстиции. И тут нашли статью о бывшей министре юстиции Дагестана Пербудаговой Магомеде Гаджиевича. Семя и его родственники живут в Хасавюрте. Был руководителем завода Ильтав также. Его сын. Магомед Гаджиевич прошел славный боевой путь. Был в системе юстиции на работе. Сам он из Ленин-Телитл Шамильского района. Участвовал председателем военного трибунала железнодорожных органов сервера Кавказского фронта. В годе Великой Отечественной войны. Новороссийский участвовал в операции по освобождению города от фашистов. И раз его семья Хасавюрте была, мы его подвиги тоже пропагандируем о его родственнике. К нам приезжают гости. Вот когда узнал о наших делах, Алиев, педагог из поселка Дагестан, из города Дагестанские огни, приезжал к нам по другим делам тоже и решил рассказать о своем отце. Оказывается, его отец был итальянским партизаном. Имел награды. И в его архиве сын нашел записку, что Юно Угалим, герой Италии, аварец из Махачкали. Мы стали искать. Опубликовали статью газеты «Махачкалинские известия», чтобы отозвались родственники. Фамилия, имя его по-итальянски, как Юно Угалим, партизан, Конол Анон, партизан. И мы решили выяснить, как же его фамилия по-дагестански звучит. И вот мы в разных местах стали искать, в том числе интернета, и считаем, что все данные совпадают с Алиевым, Граддином, Осмадовичем. Вот так мы вышли на этот подвиг по интернету. Оказывается, этот майор, аварец из Бугнацкого района, получил за подвиги партизанского движения Италии, высшую награду этой страны, медаль Героя Италии. С ним были и другие Аксении, Осетии, Дагестанцы. Мы о них тоже поиск ведем. В интернете нашли много материалов. К этой работе подключились и республиканские журналисты. Работа в этом направлении продолжается. Поиски мы ведем по всей России, как сказали. Вот у меня ответ из мунициального образования Демидовского района, Смоленской области. Они прислали благодарственное письмо, что рады, что по их району ведется работа, и для них новое, кое-что мы сообщили, ранее неизвестное. Вот письмо из Крыма. Президент общественной организации патриотов Отчизна Самбурский прислал нам благодарственное письмо и такую грамоту благодарственную. Сейчас в Крыму тоже возобновилась военно-патриотическая и интернациональная работа, и мы со многими из них связались, и работа общая идет. Вот из Росславского района, Смоленской области, благодарственное письмо. Из Департамента по культуре и туризму Смоленской области, письмо, где ценят наш труд, выражают благодарность за сообщение. И Невельский район, Псковской области, раньше особенно наш труд ценили, публиковали в газетах. Я был много лет назад в Пскове со студентами поселка Пушкинские горы. Законодательное собрание Санкт-Петербурга отмечает наши поиски. Адмиралтейский район Санкт-Петербурга по братам Хасавюрта, и мы связи с ними не прекращаем до сих пор. Будучи на мероприятиях, узнаю много для себя нового. Мы тоже. Вот. В четвертой школе прошло на пятом Е-классе мероприятие от класса сейчас, где чествовали воинов-афганцев. И готовясь к нему, я встретил одного знакомого Гайербекова Зубаира, известного спортсмена-штангиста, много лет который был председателем районного спортивного комитета. Он тоже рассказал, что три месяца был в Афганистане, и нужен был человек на соревнованиях по штанге, и через три месяца его вернули обратно, назад, где он выступил на соревнованиях по штанге. И показал свои хорошие результаты, стал чемпионом. Вот. Он, говорит, хотел опять, чтобы направлял Афганистан, но ему не дали, сказали, чтобы он подготовил других спортсменов-штангистов. Руководитель пятого Е-класса школы номер 4, Дибирова Роза Нажмутиновна, с увлечением провела это мероприятие, использовала видеотехнику, использовала разнообразные наглядные пособия, плакаты. Прошли в городе мероприятия и по 22-летию событий в Кизляре, особенно в агроколледже, в педагогическом колледже это мероприятие прошло на высоком уровне, чтобы нынешнее поколение знало, какие трагедии испытал на себе Дагестан, и всех возмутило очередное чрезвычайное происшествие в Кизляре, которое недавно произошло. Среди тех, кто пострадал в Кизляре, 22 года назад был мой брат, он на скорой помощи там работает, подвозил раненых, попал под обстрел. Брат моей жени лежал в больнице, и вместо лечения он вынужден был обходными путями добираться домой. Подвиг работников внутренних дел, воинов, и в Кизляре, и в других местах мы всегда будем чествовать. Говорили на мероприятиях и о 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Вот, читая разнообразные материалы, в рассказе татского писателя Хизгила Аушалумова, я прочитал, что после прорыва блокады Ленинграда, дети Ленинграда были в Хасавюрте, вот где ныне ДГУ, там был интернат. В этом интернате, в нынешнем здании ДГУ, были дети, привезенные из блокадного Ленинграда. Одна из них, в Хасавюрте, осталась на всю жизнь в Хасавюрте жить, и здесь похоронена. Студенты ДГУ тоже должны знать в этом здании, что было раньше в Хасавюрте. Вот, там был интернат, а в интернате деда Ленинграда, вот, значит, мероприятия мы проводим и по республиканскому телевидению. Вот, мы отметили юбилей знаменитого преподавателя, заслуженного учителя России Аделханова Саню. Ее мероприятия в рамках плана математики на войне, педагоги на фронтах и другие, были образцом высокого проведения таких героико-патриотических мероприятий. И мы это на мероприятиях к юбилею отметили. Много мероприятий проводит и комплексный центр социальной защиты населения. И вот, на одном из мероприятий чествовали афганцев, и скоро будет мероприятие, посвященное разным воинам и ветеранам, и находящимся в запасе, и находящимся в отставке. Из сел часто приезжают к нам. Вот недавно приезжал к нам с Оксая, и родственника его нашли, и нашим студентам он выразил благодарность, написал письменный отзыв благодарственный, и нашим Токсоцам читал Коран, поскольку он пока поехать туда не может. Четыре брата Джаббат Ирова с одной семьи погибли на фронтах. В их честь мероприятия тоже мы проводим. Они выпускники нашего педагогического учебного заведения Хасавюрта. Родственники очень рады. И материалы поисков мы передаем в музеи Дагестана, в музеи Хасавюрта, передаем родственникам. И от четырех братьев Джаббат Ировых тоже планируем провести такую работу. В Хасавюрте есть улица их имени, есть улицы других фронтовиков, прославившихся на фронтах. Иногда получаем земли с могил воинов. Вот земля, полученная с могилы Кардашева, мы установили в школе номер два, которая находится около улицы его имени, у вокзала. Мы проводим работу также по переписке с коллегами разных мест. Очень часто получаем отклики тоже. Вот недавно получили письмо из города Ордон, Северной Осетии, из города Миллерово, Ростовской области, где также ценят труд ТОКС. Хасавюрт прославлял и железнодорожным сообщением. Очень много было здесь госпиталей, сюда привозили раненых, транспорт не всегда успевал, их возили по железной дороге, после выздоровления уезжали на фронт по железной дороге. И много частей Махачкала не успевала всех принимать. Пребывали в Хасавюрт, из Хасавюрта потом их направляли на фронт, на передовую. Медики высокую работу проводили по лечению больных, иногда за столом операции. Поиск о госпиталях, о медиках, о Северной Осетии тоже мы проводим. Вот одна из них, Мусаева изумруд, была в госпиталях на фронте. И мы обратились, чтобы ее имя дали медицинскому колледжу, который в центре города на улице Татурбиева находится. Орден уносит, она совершала за операционным столом подвиги. Хочу рассказать также наши поиски, направления писателей-фронтовики, журналисты-фронтовики, связисты на фронте и другие направления. Вот недавно отмечали юбилей писателя-фронтовика Яхьяева Магомеда Султана. Он очень высоко ценил работу ТОКС, выпускник Хасавюрского предучилища 1942 года. На одной встрече со студентом он рассказывал, как они ставили пьесы и показывали жителям города, жителям сел. Он особенно подчеркивал, как поставили пьесу Айгази и раненые в госпиталях, воины, которые в городе с удовольствием смотрели эти сцены из их театральных постановок. Недавно к нам приезжали из РПЛ и Буйнаска родственники похороненного в Ростовской области, Олегищеева, Оттава. Они поехали туда, их высоко оценили. Когда вернулись, поскольку директор агроколледжа, тоже рплинец, повели к нему, он тепло их принял. Султану Абдурагим подарили им также книгу. В общем, довольны уехали, гости из Буйнаска тоже. Много мероприятий проводятся в школе 16 и других. Вот недавно после одного классного часа я задал детям вопрос, кто знает о службе своего родственника. И многие не знали. И мы решили провести конкурс сочинений, чтобы дети изучили службу родственников, соседей в армии, в какой части служил, по какой специальности, какое у него звание, в каких городах они служили, какие у них воспоминания. И дети записывают это, и конкурс будет подведен к 9 мая. Итоги этого конкурса. Такую же работу решили сделать в 5-м классе школы номер 4. Про гимназии сказка тоже проходят разнообразные мероприятия. На одной из них Давута Лайла Гаруновна и Сулеймана Гулнарна Алёвна для 2-3 классов про гимназию номер 10 сказка провели тоже мероприятия «Дети войны» о воинах, афганцах. И тоже получили задание узнать о службе родственников. Многие семьи не сохранили документы ветеранов Великой Отечественной войны, но ход воспоминания в архивах сейчас ищут, и сохранившиеся документы они используют в работе. Увлеклись дети этим подходом, и сразу некоторые даже стали звонить на перемены, чтобы подготовили рассказ, фотографии о военном. Такая форма работы тоже очень эффективная. Служба нынешних воинов, выпускников агроколледжа и выпускников предколледжа, других тоже поле внимания этих людей. И когда я был в 12-й школе, тоже обратил внимание, чтобы занялись в некоторых школах. К сожалению, работа по связи с выпускниками, которые служили в армии или служат, ослаблена, и теперь мы дали задание, чтобы эту работу активизировали, чтобы в школах были стенды о нынешних воинах, которые служат в армии, которые отслужили на днях. И эта работа поддержана. Среди тех, кто участвовал на Лежградском фронте, был наш Хасаютович Чумагулов Эльмазабий Музаевич, первый маршал в Советском Союзе и в дженеральных войсках Воробьем Михаил Петрович, Акаев Исуп Абдуллабекович тоже на мероприятиях к прорыву блокады Ленинграда использовались в городе. Немало наших воинов погибли на фронтах Великой Отечественной войны, о них данные есть в книгах памяты, в газетах публикуются. Немало Хасаютов похоронены, умершие в госпиталях, их тоже мы не забываем. Недавно к нам написали азербайджанцы из Пытьях Тюменской области и список тех, кто у нас похоронен, азербайджанцев послали им. Байрамов Исмаил из Старопольского края тоже азербайджанец, но его брат жил в Хасавюрте, поэтому данные о нем мы включили в книгу памяты. Этот материал тоже мы сообщили, что в Хасаюрте чтят Байраму Исмаила, в моей книге тоже он есть, и написали Старопольский край, на его родину, как Хасаюрте чтят этого героя Советского Союза. Приехавшие в Хасаюрте на работу азербайджанцы тоже проявили интерес к тем, их землякам, кто похоронен в Хасаюрте, и нашим поискам под ним. Хасаюртовцы старшего поколения помнят ветерана войны Самойлова Дмитрия Степановича. Он сам из Краснодарского края, после войны там трудно было жить, и они на телеге приехали в Хасавюрт, и в Хасаюрте остался жить. Его приняли на работу на консервный завод. Я, когда работал, помню, его фотография висела на доске почёта и на доске фронтовиков. Его дочь, Галина, работает вахтёром Аграрно-экономическом колледже, тоже бывший работник гос. страха. Благодарна нашим токсовцам, краеведам Кружка Прометеи, Аграрно-экономического колледжа, школам, которые помнят её отца, фронтовика. Её дочка работает учительницей в Краснодарском крае, в Уст-Лабинском районе. Мы ей тоже передали свой опыт, и что её дедушка Чтим на токс написали. Она тоже наш опыт у себя будет использовать. И другие материалы поиска мы там указали. Среди наших публикаций в газетах есть о нём. Наша газета «Дружба», газета «Насыхат» публикуют активно наши материалы. Теперь ДИСа часто публикуют тоже наши материалы, и эти газеты мы размножаем к «Ноксероксе», посылаем по всей России. И опыт хаса-юртовского токса высоко оценён и в руководстве штаба «Токс» Дагестана, Министерства образования и науки Дагестана тоже. Вот у меня есть книга «За Родину», которую так люблю. Вышла она в Махачкале в 1985 году. Здесь есть рассказ об Исмаилове Абдул-Хакиме Исаковиче, который на Берлинах «Водружил знамя». О нём рассказ и отмечено, что он один из тех, кто «Водружил знамя» на Рейхстаге. И мы стали вести поиск по нему, нашли много однополчан и написали им о своей поиске места, с которыми связана судьба их. И получили мы книгу из города Гулкевича Краснодарского края. И в этой книге написано, что фото Евгения Хальдея на крыше Лехриста, когда Исмаилов середины находится в их музее. И когда мы написали, что он из Хасавюрта, были очень обрадованы этой вести, сказали, когда с Константином Симоновым Хальдея был у них, а Константином Симонов там воевал, Хальдея был его фотографом. Они решили свой архив передать в музей. И так фотография Исмаилова Абдул-Хакима оказалась в городе Гулкевичи, Краснодарского края. Кстати, мы для этого города открыли двух героев Советского Союза, о которых раньше не знали. А вообще для регионов мы открыли очень много героев. Мы пишем, что в такой-то книге прочитали о героях Советского Союза на их родину или места, где бывали. А там о нем даже не знали. И таких случаев у нас уже более 150 к этому времени. О своих поисках по Михаилу Петровичу Воробьеву мы пишем тоже в разные места. И получили вот эту брошюру из города Калилинград областного центра области. И там было военное учебное заведение, где была вывышена его на мраменной плите барельев Воробьева была установлена. Но это военное училище перевели в город кустов Нижегородской области и этот мрамор и плиту и барельев не сохранили. И вот мы поднимаем вопрос, чтобы нашли, потому что этот барельев был установлен на здании Калилинградского высшего инженерного училища инженерных войск имени Жданова решением правительства СССР. Совет министров СССР решил вот так увековечить память Воробьева. Хаса Юртер, Железнодорожная школа номер 112 носила его имя, теперь там школа номер 2, Железнодорожные школы ликвидированы, поэтому мы ходатайство написали в администрации, чтобы школе номер 2 присвоили имя новым решением маршала СССР и Воробьева. Там чтят его подвиги. Кстати, недавно мы узнали, что в архивах нет документов о том, что Агроколледж носит имя Казбекова Салтан Саида. Этот вопрос тоже мы решим. В этом году исполняется 100 лет намеренитому фронтовику Акаеву Ирбархану Акаевичу. Его именем названа улица Хасаюрта. Из архива мы получили документы о его службе в кавалерийской дивизии и наградах. там интернет тоже помогает и его наградной лист мы нашли в банке данных подвиг народа великой отечественной войны на сайте Министерства обороны. Есть у нас связи с Чеченской республикой тоже. И вот они прислали нам книгу «Народы Чеченской республики в Великой отечественной войне». Такой большой том. И здесь есть доклады на всероссийской конференции дагестанских ученых тоже, которые там участвовали. Для Чечны мы открыли очень много героев Советского Союза, о которых забыли и которые в книгу «Золотые звезды» Чеченой Гушетии не попали, а также открыли несколько кавалеров Ордена Славы Первой Степени. В газете введено Ножа Юртовского района, Русмартановского, Ачхоймартановского районов наши материалы публикуют. В совместо с краеведами селения Шелковской Чечни мы ведем работу по пропаганде подвигов героя Советского Союза Рыбникова Александра Ильича. Он был учителем в Аксае, поэтому предложили его имя присвоить одной из улиц Хасавюрта, обратились и учебные заведения города, чтобы его подвиги пропагандировали Хасавюрты. Раньше руководство города и района было одно, поэтому архив тоже один, могут туда обращаться тоже. Герой Советского Союза Рыбникова Александр Ильич Тухасаютович писала несколько лет газета «Тагестанская правда». Эту газету я передал редакцию газеты «Дружба», редакцию газеты «Кумухтюз», чтобы использовали в новых публикациях и на родину Рыбникова Александра Ильича тоже написали о своих поисках. Встречается много путанность тоже Великой Отечественной войны. В книге памятных Хасавюрта есть данные о Курбанове Сумене Курбановиче «Исселение Муги», но по ошибке указано, что он из Рождествен Хасавюрта. На самом деле он лечился в госпитале Хасавюрта и тогда получил приказ после лечения в госпитале через ВМКМАТ пройдя новую медицинскую комиссию призвать в армию. И Курбанович Сумен Курбанович поехал на фронт, стал Героем Советского Союза, отличился он и в Криву. И вот сейчас находим еще одного Мугинца Курбанов Сумен Курбанович. Он тоже оказывается был представлен в военном Герои Советского Союза, считается похороненным в Крыму. Родственники у них разные. И школа была названа именем Курбанов Сумена. И кто из них именно мы сейчас выясняем. получили мы книгу из Ростовской области. Тут есть рассказ об одном их земляке, который лечился в госпитале Хасавюрта. И он вспоминает свои годы, проведенные в Хасавюрте. И он родственникам сказал, что он Хасавюрта ел черешню. Впервые он черешню увидел Хасавюрте. Есть в этой книге эпизод и о тех, кто из Ростовской области в 46-м году приезжали в Дагестан, поскольку у нас войны не было, у нас жизнь немножко была лучше, могли обеспечить работу и могли обеспечить жильем. Из Ростовской области приезжали семьи в Дагестан и этот эпизод здесь указан. Вот, когда я написал Неклиновскую газету о том, что в их районе селения Фрерумка похоронен гвардии казак Вицыев Вицыевич выпускник предучилища, бывший педагог, артиллерийский номер, получили ответ, что могила сохранилась, родственники туда ездили и были очень рады, что память нашего земляка чтят в Клиновском районе селения Фрерумка и мы написали, что в этой книге, которую они прислали, мы нашли данные об их земляке, который лечился в госпитале в городе Хасавюрта. На 9 мая к Катню Победы приглашены тоже несколько жителей разных мест, которые впервые увидят фамилию своего родственника в Хасавюрте на братской могиле. В Хасавюрте есть Дробишев, имеющий высшую награду США. Он похоронен там, работал в военкомате, подполковник. Его супруга Дробишева, я тоже фронтовичка, медицинский работник, а муж был знаменитый пехотинец и встречаясь с американцами, они обменялись подарками и он получил награду США, работал в военкомате Хасавюрта. Память его тоже мы считаем надо увековечить в Хасавюрте. В следующей передаче мы расскажем о женщинах фронтовика Хасавюрта. Спасибо газетам, которые этот материал приняли и дружба и другие. Хасавюрт находится на передовых позициях по патриотическому воспитанию. Наш отчет ТОКС, Совет ветеранов Дагестана принял сведения, все факты изложения в нем проверили, подтвердили, убедились, что это действительно проводимая работа и поощрили наш ТОКС своим решением. Единственный ТОКС Дагестана, который и в прошлом году был поощрен Дагестанским Советом ветеранов. И в этом и по итогам позапрошлого года и 2017 года наша работа посчитана лучшей. В том числе наши публикации в разных газетах, в том числе Кизлярской Степне и Вести. Есть в Крыму тоже наши материалы тоже готовятся к публикации. Скоро выйдет книга Дагестанская Совета ветеранов и там тоже наши материалы готовят включить эту свою книгу. Мы совместную работу проводим с комитетом по делам молодежи города. Я выражаю благодарность и телевидению Гелиос, поскольку зрители, увидев меня в городе, часто выражают благодарность, что наши материалы показывают, записывают и они были очень рады смотреть эти передачи. Мы работаем также совместно с своим коматом, они тоже наш труд ценят. Военкомат тоже заинтересован не только в подготовке юношей к службе, но и к патриотической работе. В автошколе раньше мы много мероприятий проводили тоже в планах на будущее, изучая опыт патриотической работы. Есть у нас совместная работа с городским управлением образования, они тоже итоги месячика военно-патриотической оборонно-массовой работы подводят. Есть у них цел поощрить лучшие такие учебные заведения и о них мы будем тоже говорить. Спасибо за внимание.